МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорим о внутреннем туризме? Ну, внутренний туризм, это я называю так, потому что никуда выехать же мы не можем. Не совсем о внутреннем туризме мы будем, конечно, говорить. Кировчан приглашают в Котельничку, потому что кировчане об этом знают. В первом части у нас на повестке дня предстоящая прямая линия губернатора Игоря Васильева состоится на 23 июля в эфире ГТРК «Авятка» с 7 часов вечера. Вообще прием вопросов на саму прямую линию уже завершен, но нам удалось договориться. Мы соберем еще ваши вопросы. Вы можете позвонить нам по телефону 211-101. Также у нас есть мессенджеры, привязанные к телефону 8 909-720-101-0, WhatsApp, Viber. И можете зайти в нашу группу через телеграм-канал «Эхо Кирова». Там тоже можно задавать свои вопросы. Все вопросы передадим в правительство, и их уже непосредственно адресуют в профильные министерства. Да, вообще интересная, конечно, ситуация со сбором вопросов, потому что, вот мы тоже, даже когда готовились к эфиру, думаю, что надо это озвучить, может быть, кто-то пропустил. Потому что мы хотели посмотреть, на что мы ориентировались. Мы ориентировались на группу ВКонтакте ГТРК «Авятка», где есть анонс прямой линии с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Он и сейчас есть. Чтобы посмотреть, какое количество вопросов пришло, на какую тему вопросы, и какие вопросы в приоритете, и повторяющиеся вопросы нам хотелось посмотреть. Но здесь вот нужно просто понимать сразу же, и вам, слушатели, если вы соберетесь проанализировать, посмотреть, или вы присылали, что вопросы, повторяющиеся на одну тему, удаляли. Соответственно, мы не можем посмотреть, какое количество людей там написали на одну тему вопросы. Но, может быть, Даша, в этом есть логика, чтобы избежать того, что, например, группа граждан решила забомбить одним вопросом, например, Сюренту. Может быть, есть в этом, ну, по крайней мере, объяснение тут точно есть, и все понятно с этим. Вопросы мы, конечно, проанализировали, и вам рекомендуем это тоже сделать, чтобы посмотреть, а что же будет в эфире. Ну, и я поддержу Дашу, да, наш продюсер Анна Лапшина договорилась с пресс-службой правительства, что если вы звоните в эфир нашей радиостанции сейчас в этом эфире по телефону 211-101 или присылаете свои вопросы на телефон, в любой из мессенджеров, привязанных к телефону. Ну, любой СМС-кой. Да, 909-720-101-0, то мы их передадим списком в пресс-службу. Пресс-служба раздаст по министерствам, так бывало и в прошлые разы на наших эфирах, когда мы готовили эфиры перед прямой линией с губернатором. И, как обычно, в письменном виде ответы приходят в течение 30 дней, напоминаю, в течение 30 дней. Итак, 211-101, номер телефона прямого эфира. Прямо сейчас можете звонить и говорить о том, а какие, на ваш взгляд, необходимы темы обсудить с Игорем Васильевым, или какой вопрос конкретно вы хотите ему задать. 211-101. Ну, а мы можем проанализировать то, что на ГТРК «Вятка» пришло, о чём будет речь. Да, ну ты успела там, по-моему, даже какой-то повторяющийся вопрос выхватить. Да, я не знаю, насколько меняется структура. Ты знаешь, что я не успела заглянуть, проанализировать то, что было в прошлый раз. Но чётко выделяются несколько довольно традиционных для Кировской области тем. Дороги, конечно. Дороги, мне кажется, я не знаю, когда мы их там уже забудем о них спрашивать, потому что дороги занимают, ну, треть, наверное, вопросов точно. При этом самое интересное, что, мне кажется, объём этих вопросов никак не зависит от того, сколько дорог ремонтируется. Потому что, ну, справедливости ради, сейчас, в принципе, по БКД много чего приводит в порядок. Пусть не всегда качественно и не всегда надолго, но тем не менее. Да, вот видишь, какая история. Вроде бы уже и федеральная программа есть, и есть регулярная программа, а вопросов меньше не становится. И я бы даже больше сказала, что не становится жёстких вопросов и реакций меньше. Потому что вот минувшие выходные в Посегово, например, где у меня вот дача, жители местные вышли на митинг с требованием починить дорогу. Да, с требованием починить дорогу. Я просто, когда ехала, обратила внимание, что на обочинах стоят аншлаги, сделай селфи и помоги нам сделать дорогу. Потому что там реально невозможно проехать прямо с трассы на Советск. Вот ты поворачиваешь на Посегово, это вот прямо у города, и всё, бомбёжка просто. У нас есть телефонный звонок. Я так понимаю, наверное, это Мария. Маша Кожевникова, это ты? Да, это я. Коллега наша Мария Кожевникова, она как раз... Добрый день всем. Я слушаю Светлану и думаю о том, что очень странно, что жители Уржумского района до сих пор не вышли на пикеты и митинги. И, возможно, что очень скоро выйдут. Ну, я так понимаю, Мария сама как раз из Уржумского района. Маша, у вас там тоже, я как понимаю, какая-то проблема есть на каких-то конкретных участках? Да, у нас там, ну вот, возможно, их, конечно, больше. Но есть две очень яркие проблемы. Я постараюсь очень коротко рассказать. И хочу сказать, что эта проблема, в общем, она есть везде, она есть в всех районах. И вопросы даже не в конкретных участках, а в том, как эту проблему решить полностью. Коротко. Первое и самое важное, это дорога, которая идет на Вятские поляны, а дальше на Казань. По ней ездят междугородние автобусы в Казань, в набережные Челны. Так вот, ее ремонтируют по федеральной программе, и она очень хорошая от Кирова до Уржума точно. Но в самом Уржуме есть участок, так называемая Белая речка, это микрорайон Уржума, где, ну, просто кажется, что война только что прошла. Вот, причем это продолжается уже несколько лет. И, значит, трассу по федеральной программе закатывают вновь и вновь, а этот участок все разрушается и разрушается дальше. Понятно, что если ты начнешь объяснять сам себе, ты поймешь, что дорога принадлежит муничью политету, и, видимо, есть какие-то проблемы по выделению денег вот этих федеральных, да, вот на этот участок. Ну, почему люди? Почему люди? Хорошая, ну, пропал, да, связь с Машей, но это хорошее такое многоточие. Почему люди? Да, вот этот вопрос абсолютный какой-то, но отсутствие здравого смысла. Ну, причем, да, ведь, кстати, это не единственный участок, который постоянно приводят в порядок. Ну, то есть получается, что есть вот соседствующие участки, один из которых хороший, его постоянно латают, а второй вот этот вот плохой, и нередко встречаются в соцсетях комментарии, что да прекратите вы уже делать вот этот кусок. Ты знаешь, я вот редко стала смотреть и телевизор, и новости слушать, но наткнула одно из последних видео таких новостей, которое было с участием Игоря Владимировича, не помню, в какой там деревне или в селе или в городе он был, где вот как раз люди говорили, что прямо внутри города, посмотрите, он стоял на границе, на одной, по-моему, даже улице, что вот посмотрите, вот до этого момента дорога отремонтирована, потому что принадлежит там условно, например, области, а вот с этого момента на этой улице дороги не отремонтированы, потому что это муниципалитет. Но вот еще раз там возвращаясь в это же Посегово, надо сказать, что там была вроде неплохая дорога до переезда, там есть железнодорожный переезд, и на протяжении лет 20 люди просили от переезда до там следующей границы, метров там 500 или 600, сделать дорогу, потому что был кошмар, кошмар, и все молоковозы, которые там на молокозавод идут, и там какие-то еще грузовики, они еле-еле ездили. Мы вот когда были на экскурсии на молокозаводе, спрашивали, а вы не теряете вообще продукцию? Как вы тут ездите? Потому что, представляешь, такие огромные... Они переваливались с кочкой на кочке. Вот в прошлом году, когда прошел праздник молока, к празднику молока до этого молокозавода с переезда закатали дорогу. Но 150 метров до следующего хорошего участка бомбежки оставили незакатанным. Такая история. Мария, насколько я понимаю, вернулась к нам в эфир. Маша? Да, да, я здесь. Еще там, с момента, почему люди? Да, вроде бы я уже закончила, в общем-то, рассказ по этому участку. Почему люди должны, ездив по этой дороге, пытаться сами себе что-то объяснить? Они хотят ездить по нормальной дороге везде, и в городе, и за городом. Да, мы должны напомнить, что мы сейчас говорим про дорогу в Уржуме. Про трассу федерального значения, которая идет на Казани, и про дорогу в Уржуме в самом городе, которая очень жестко контрастирует с этой федеральной трассой. Да, а вопрос, в общем, просто хочется плакать, если честно. Мне кажется, быстрее доехать от Сумы до Уржума, чем затем по Уржуму проехать. Но я так понимаю, вопрос-то сам заключается в том, почему бы не перекинуть часть средств непосредственно на Уржум. Да, вопрос общий для всех таких участков, уважаемые власти, можно ли что-то с этим сделать. Как-то решить, какими-то законодательными актами или чем. Если нельзя из федерального кармана вот этим блокиаде, то, может быть, можно тогда из регионального бюджета на такие участки что-то выделять, чтобы не было таких контрастов. Хорошо, спасибо большое, Маш, за информацию. Я редко, на самом деле, в том направлении бываю, но от водителей слышала вот эту вот проблему именно, когда ты въезжаешь в этот Уржум какой-то, я не знаю. Маш, это в любом направлении. Вот куда ни поедь, в любом направлении это так. Кстати, по поводу еще вопросов, ну, завершим уже, ладно, наверное, с дорогами, если больше никто не будет звонить по этому вопросу. Перед эфиром мы с тобой пообщались, не нашли вопросов, связанных с коронавирусом, но вот я их тут вижу. Просят решить вопрос с анализами на коронавирус. Люди неделю ждут результатов теста и теряют время, это бардак, полная лаборатория не справляется, а министерство отправляет по этому вопросу главврачу. Почему именно этот вопрос выбрался с анализами? Потому что мои друзья непосредственно столкнулись с этой проблемой. Папа заразился в кардиологии, которая на Попова. Сообщили ему об этом уже, когда он выписался. Позвонили, сказали, что он был в числе контактных лиц. За это время он, соответственно, сделал контактными лицами свою семью. И самое, что интересное, то есть отцу позвонили, у него собрали список контактных лиц, в которых он всю свою семью указал. Так вот никому из членов семьи не звонили. Роспотребнадзор не вручил постановление, на основании которого выписывается больничный. Люди просидели, ждали тестов, а их сейчас не делают на третий день, на третий раньше делали. Сейчас третьего дня уже нет. Есть только, по-моему, то ли девятый, то ли десятый, я уже не помню. Вот четыре человека сидели вот это время все дома, без каких-либо больничных, без всего, пытались постоянно звонить в Роспотребнадзор, чтобы узнать, могут ли им выписать что-то задним числом. В общем, так ничего у них не получилось. Двоим удалось, конечно, договориться со своими работодателями, так как это частники. То есть они сидели и теряли зарплату, потому что не могут подтвердить, обязаны изолироваться, но не могут подтвердить. Они, конечно же, да, изолировались, но вот этих анализов им пришлось ожидать. Да, 211-101 номер телефона прямого эфира. Я поддержу просто коронавирус после того, как примем звонок от слушателя. 211-101, напоминаю, вы можете звонить. Мы обсуждаем предстоящую прямую линию губернатора Кировской области Игоря Василия 23 июля ГТРК в 7 часов вечера. Эту прямую линию организуют. Эти вопросы, которые вы сейчас зададите, не пойдут на прямую линию, но мы их передадим в пресс-службе правительства, и они распределят по министерствам. В течение 30 дней вы вопросы и ответы получите. Алло, добрый день, как вас зовут? Добрый день, Светослав. У меня вопрос по поводу, был принят федеральный закон по созданию приема для безнадзорных животных, но, к сожалению, у нас, по-моему, эта программа вообще буксует. Не только закон, еще и поправки к конституции, которые касаются животных, были приняты. Да, и у нас, смотрите, что получается. На данной ситуации у нас даже отлов, который проводят, то есть у нас из других регионов собак везут в неимоверном количестве. Подождите, подождите, Светослав, это что-то новенькое, я такое не слышала. Еще раз, речь идет о безнадзорных животных, да? Да. И вы утверждаете, что в Кировскую область таких животных везут? Их везут, да. То есть если люди выигрывают тендер в соседних областях, они выигрывают тендер, потому что там предлагают определенную, ну, более низкую цену, и, соответственно, этих животных везут в Кировскую область. Есть вопросы, так как у нас негде вообще, ну, как бы частные передержки есть, да, ну, и какие-то частные там приюты. Но вопрос-то упирается в том, что ни город, ни правительство области не заинтересованы выделять какие-то земельные участки. То есть люди-то готовы сами там, ну, на безвозмездной основе там вольеры строить и так далее, ну, какие-то более или менее адекватные условия были. Потому что сейчас собаки содержатся, вы не поверите, там, допустим, по пять штук на два квадратных метра. Хотя, как бы, есть стандарты о том, что на каждую собаку там полтора-два метра. И поэтому происходит ситуация накопления собак, а куда они потом деваются, что они деваются. Я не очень поняла, Святослав. Вы, подождите, значит, в соседних регионах объявляется тендер на вылов безнадзорных животных. Компании их выигрывают? Кировские, что ли, компании выигрывают? А, да, да. И везут почему-то в Кирах для передержки разве, ну, по безнадзорным животным... Чем это экономически обоснованно. Да, насколько я знаю, по безнадзорным животным есть ограниченное, к сожалению, время их передержки. Не так ли? А потом... Нет, это все... Вопрос-то в чем... А потом существует страшное слово утилизация. Так вот вопрос-то, чего сейчас у нас касается? Мест для передержки? Или почему этих животных везут именно в Кировскую область? Или чего конкретно? И конкретный первый вопрос. Почему? То есть либо тогда законодательное собрание должно принять какую-то там поправку о том, что из других регионов в промышленных масштабах собак не завозить. И второй вопрос все-таки по поводу решать вопрос о том, что утилизация собак, она недопустима. Но контроль никто вот за этим не ведет. То есть они поймали собак, отчитались о том, что там за каждую собаку за отловлено там ну 4-5 тысяч. И куда? Кто? Что? Кормили ее, не кормили? То есть написали за одним числом какую-нибудь бумагу о том, что собака агрессивная, и тогда ее усыпить. То есть вот контроля-то нет. То есть, соответственно, я так считаю, что нужно создать какой-то там, не знаю, при правительстве какой-то там, ну, может быть, совет общественный, да, чтобы люди как-то там начали вот эту ситуацию прояснять. Это очень серьезный вопрос. Святослав, не отключайтесь, пожалуйста, оставьте свои контакты нашему продюсеру, потому что действительно, ну, это страшная история. И если это так, надо это просто отследить. Я только единственное не могу понять, в чем экономическая обоснованность вести животных из другого региона сюда. Надо посмотреть, как вообще работает эта схема. То есть если ты выиграл из Кировской области контракт и получил, как сейчас нам сказал Святослав, там три, четыре, пять, шесть тысяч за отлов одного животного, и если в контракте не прописано, куда ты должен его везти, где утилизировать, то везут туда, куда удобно. Вот. И если удобно привезти сюда, где все каким-то образом для этих людей там устроено, то надо посмотреть, куда действительно. Ну, я так понимаю, собственно, просьба Святослава заключается в том, что нужно проработать какой-то законопроект, который включал бы в себя все эти моменты, включая и утилизацию, и транспортировку их из других регионов. Ну, судя по всему, если есть такой сигнал, необходимо провести проверку. Причем здесь должна быть прокуратура, естественно, задействована, и активисты хорошо бы полную проверку, как это все происходит, с привлечением законодателей. И, да, это очень серьезно. 211-101 номер телефона прямого эфира и 8-909-720-101-0 номер телефона, привязанный ко всем мессенджерам. Для ваших вопросов, комментариев мы обсуждаем предстоящую прямую линию Игоря Васильева, губернатор Кировской области, 23 июля, ГТРК, 19 часов. Обсуждаем вопросы, которые пришли в ВКонтакте, ГТРК, и принимаем ваши. Я вообще, конечно, очень не хотела поднимать этот вопрос, когда Аня у меня вчера, Аня вообще у нас спросила, нужно ли нам кого-нибудь набрать по этому вопросу. Я прям кричала ей в трубку, что вообще давай не будем это трогать, но я вот смотрю, люди вновь и вновь продолжают задавать этот вопрос. Я знаю. Про перевод часов. Если честно. Я не понимаю вообще, конечно, кого в сложившейся ситуации может по-прежнему волновать перевод часов, но жители Кировской области не спрашивают, они требуют перевести местное время на один час вперёд, чтобы летом... И даже на два есть такое требование. Чтобы летом птицы пели не в час утра, я не знаю, что это за время суток, час ночи, а хотя бы в два. Мне кажется, без разницы, начинают петь птицы в час ночи или в два часа. Я думаю, что это очень тонкий отсыл к тому, что животные живут по правильному астрономическому, биологическому любому времени. А мы себя мучаем. Я, на самом деле, после одного из... В очередной раз, когда эта тема поднималась, я полезла изучать, попыталась выяснить, насколько же реально наше время отличается. И все источники, которые мне удалось найти, связаны с астрономической, со всей этой штукой, дают разницу не больше 30-40 минут. Я была бы не против, честно я тебе скажу. Вот я честно. И у меня даже вот эта история про то, что мы тогда не будем совпадать с Москвой, да на час всего, да наплевать. Даже больше было бы времени в Москве. Светлана, как только ты опоздаешь на свой самолет, ты сразу подумаешь, чёрт возьми, час. Не думаю, что это так. Смотри, какая ещё история. Если анализировать вопросы в этой ленте в ГТРКшной ВК, то мне кажется, что этим этот год отличается. Хотя, может быть, это моё такое мнение. Вот я уже сказала про дороги. Дальше там есть газификация, вечный вопрос, и аварийное жильё. Но гигантское количество вопросов, может быть, там посоревнуются с дорогами, про образовательные учреждения. Ну, это правда вообще боль. Школы, садики и учреждения дополнительного образования. Огромное. Я такого количества просто не припомню. С чем это связано, не знаю. Но вот мы хотим проконсультироваться со специалистом. Игорь Олин, директор средней школы посёлка Вахруши. Блогер у нас на связи. Игорь, добрый день. Добрый день. Ну, мне кажется, что в основном вот это всё беспокойство основано на дистанционном обучении, так или иначе, думаешь, нет? Нет, даже не об этом вопросы. В ленте вопросы абсолютно не про дистанционное обучение, а как раз наоборот, про скудную материальную базу, про то, что дети вынуждены учиться в несколько смен, про то, что там невозможно одни окна заменить на другие окна, про то, что непонятно, как регулируется как раз работа учреждений дополнительного образования. Не про дистанционку вовсе. Игорь, алло. Да? Да, да, что скажете? Ну, я понимаю вот эти вопросы, которые задают в лентах родители, потому что в системе работают достаточно давно, и проблемы, они накапливались, конечно, на протяжении нескольких десятилетий. Постоянно образовательные организации, большинство из них муниципальные, особенно на муниципальном уровне, это, конечно, ярко проблема стояла и стоит. Это ежегодное, постоянное недофинансирование образовательных учреждений, которые, ну, основная масса их была построена еще в советские годы, там, 70-е, 80-е, в последние, там, в начале 90-х годов школы. Сейчас, хотя каждый год помаленьку, там, детские сады строят, школы очень редко строят, но это единичные какие-то случаи, например, по нашему региону, да, ну, пусть там, вот, 10, даже 20, а существует у нас сотни таких образовательных организаций. Вот, например, у нас школа, два здания основных, одно построено было в 61-м году, а другой еще до революции, но капитальный ремонт его тоже где-то в начале 60-х годов прошел. То есть им по 50 лет, это типичная школа. Проблемы накапливались десятилетиями, естественно, они не решались, и вот к такому состоянию мы пришли, что действительно и полы надо менять, и окна надо менять, и кровли надо менять, и что только не надо менять, надо вообще-то строить, наверное, новые уже здания в гораздо больших масштабах, но руки у нашего государства как-то до этого все время не доходили, не доходят, поэтому такая мочевная, в общем-то, ситуация с материально-технической базой. Вот даже если внешне, вот у нас сейчас национальный проект образования, вроде про него говорят, что огромные ресурсы там планируется выделить на школы, но, как правило, эти ресурсы, выделяемые, раньше ведь тоже был у нас проект, они мало кому заметны, куда вообще эти деньги уходили, ушли. Если посмотреть на внешний вид наших образовательных организаций, он очень мрачный, у нас асфальтовые дорожки, которые были в свое время положены по территории, они уже просто исчезли, там остался один песок, ямы и рытвины, то есть асфальтовых дорожек вокруг школ, как правило, нет. В изгороди, но сейчас в городах все-таки более-менее ограждения сделали современные, там под разные программы укрепления безопасности, но по большому счету, если мы пройдем по поселковым, деревенским школам, то это, как правило, деревянный забор, как правило, ветхий там какой-то и тому подобное. То есть и внешне они некрасивые, очень часто, вот, например, мне очень нравится лице информационных технологий, 28-й у нас в Кирове, когда приятно посмотреть на школу издалека, и приятно в ней и учителям, и детям идти. Вот все должны, образовательные организации, так выглядеть. Вот это должен быть нацпроект, мне кажется, в первую очередь средства надо было заложить на эту сторону, вот сюда вкладывать деньги. Тогда всем будет понятно, что вот деньги сюда уходят, и у всех настроение поднимется, все будут лучше работать, лучше учителям. Да, Игорь, у нас полминуты, и все-таки действительно возвращаемся к вопросу, который Даша озвучила, про дистанционку. Хоть их, вот, может, потерли в ленте просто, Даша, но это правда, конечно, всех родителей волнует вопрос про дистанционное обучение. Продолжится ли это, есть ли какие-то предпосылки? Будет 1 сентября в обычном режиме или нет? Конечно, дистанционка показала, что мы абсолютно не готовы работать, да и объективно это, мне кажется, крайне сложно, просто перейти в другой формат обучения. Практически невозможно это сделать в начальной школе, практически это невозможно сделать в среднем звене для основной массы учеников. Это еще более-менее как-то покатит в старшей школе, может быть, среди студентов, хотя я вот тоже разговаривал с другими преподавателями вузов, они тоже недовольны, основная масса студентов тоже занимаются не так, как занималась в научном обучении, на дистанционном. Но в школе это вообще нереально, то есть учить дистанционно, это только на бумаге написано, учить на самом деле. Все основные функции, основная школа не выполняет во время дистанционного обучения. Никакой социализации, никакой радости у детей от совместной деятельности, никакой воспитательной работы, то есть это вообще профанация, так скажем. Да, мы просто, конечно, уже передержали время, просто две секунды. Вот сейчас мы смотрим на улицы, ребята встречаются, проводят время вместе, не изолированы. Ну, конечно, они постоянно вместе. Они постоянно вместе. Спасибо большое, это был Игорь Олин, директор средней школы поселка Вахруши, а нам нужно срочно уже убегать на полутораминутную рекламную паузу. Продолжаем дневной разворот. Светлана Занько, Дарья Топузлива. Говорим о предстоящей прямой линии губернатора Кировской области Игоря Васильева. Она пройдет 23 июля в эфире ГТРК «Вятка» с 7 часов вечера. Прием вопросов непосредственно на прямую линию уже завершен, но мы сегодня через наши мессенджеры, привязанные к телефону 8909-720-101-0, собираем вопросы, после передадимых... Пишут в мессенджеры, скажи. Или пока не привыкли еще. Не привыкли еще, наверное, пока не пишут. Это новенькая, телефончик у нас новенький. Ну, можно смс-ку написать. 720-101-0. Не-не-не, ну, как раз я имею в виду, что не привыкли еще нам писать в таком количестве, но мы будем настойчиво вам предлагать это делать. Либо, если у вас прям оформился вопрос, и говорить вам много, можете позвонить 211-101. Что сейчас и случилось. У нас слушатель на связи. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Это Валентина говорит. Ага, Валентина, давайте. У меня тоже вопрос про биологические ритмы, про наше время. Мы неправильно поступаем. Вот все области, которые за Уралом и на Урале сразу перешли, исправились на свои оригинальные часы и замечательно живут. И никакая Москва там ни от нее не зависит. Все у нас сейчас техника на грани фантастики, все подключается, все, 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 все возможно. Вот у меня пример. Хотя мне Аня сказала поменьше, но я все-таки скажу. В 69-м году я писала диплом. Мне предоставили воинской части, где я работала, кабинет для чертежей. Там был огромный кульман. Ну, это, знаете, значит, да, там, значит, я должна была чертить, писать и все прочее. После 5-ти до 12-ти мне разрешили там выйти. Муж меня всегда встречал в 12 часов. А защищалась от 30-го июня, ну, как обычно, защита дипломов. Так вот, весь июнь, когда он меня встречал, вообще была светлота. Идешь, ну, просто вот даже, вот вообще, даже не думаешь о темноте. А сейчас, представьте себе, уже в 7 часов, уже невозможно ходить. А мы в 12 часов шли, и очень даже светло было. И вот очень многие жалуются, зря говорите, что там это так себе. Нет, мы так не говорим. Я вот только что сказала, что я вас вот лично, я вас поддерживаю. Абсолютно. ну, это потому что это очень источник, постоянно печатает «Глаз народа». Ой, что-то случилось. «Глаз народа» почему-то оборвался. Ну, я вот согласна. Ну, понятно, да, Валентина тоже выступает за перевод часов. Вот ссылается Валентина на источник новостей, там, где «Глаз народа» есть рубрика, и там вот этот вопрос о переводе часов, он постоянно есть. Почему, наверное, у нас с тобой такая реакция? Потому что сколько мы работаем, этот вопрос есть, и никогда, никогда он всерьез не обсуждается с властями, да, поэтому его уже так немножечко отпихивают. Хотя вопрос, в общем, действительно важный. Если особенно его бы проработали с точки зрения сохранения здоровья населения Кировской области, возможно, нашли бы серьезный, пришли бы к каким-то серьезным выводам. Есть еще одна группа вопросов, которая очень интересует людей. Да, связана она с транспортным сообщением, а конкретно со связью Кирова с районными центрами людей. я сначала, если честно, подумала, что вот эти какие-то отмены маршрутов, о которых люди в социальных сетях пишут, они как-то связаны с карантином, потому что, насколько я знаю, на время карантина какие-то рейсы сокращали, какие-то вообще, по-моему, убирали, если мне не изменяет память. Ну, это был очень короткий период, Даш. А вот давай процитируем прям сразу Юрий Буяков, да, или Буяков, простите, Юрий, не знаю, как ставить ударение вашей фамилии. Это еще раз с ленты ГТРК. Добрый день. Мураши – один из немногих райцентров, лишенных автобусного сообщения с областным центром. Парадокс. Дорога и хорошая есть, а автобусного сообщения нет. Многих пожилых людей с их застарелыми болячками местные врачи отправляют в Киров, потому что не хватает своих специалистов и многих поездка на такси в Киров бьет по карману, учитывая наши пенсии. Можно ли смотреть вопрос о восстановлении автобусного сообщения с Кировым? Мураши – это райцентр, нет? Сейчас я... Простите. Не в Юрианском районе? Возможно. Я плохо разбираюсь в этом. Напомни-ка мне по образованию. Ты кто? Причем тут? Ты же тоже журналист. Мураши. Так, ну, в общем, мы попытаемся связаться с Денисом Прологом, генеральным директором МТП, спросим у него, то есть, что происходит, происходит ли что-то. С моего Дениса и спросим. Да, насколько вообще носят такие случаи. Все правильно. Мураши – административный центр Мурашинского района. Мурашинского района, да. Не знаю, почему я испугалась. Да, это райцентр, у которого нет автобусной связи с областным центром. Не говоря уже о том, чтобы связывать районный центр с маленькими населенными пунктами, я не знаю, есть ли там вообще эти связи, если есть, кем они выполняются, то есть, есть ли какие-то перевозчики, кто работает, я не знаю, в таких небольших населенных пунктах именно в регионе. 211-101, если вы нас слышите, вы сталкиваетесь с такой ситуацией, когда приходится платить за такси, чтобы добраться до населенного пункта, где расположена, не знаю, больница, еще какие-то учреждения, без которых никуда, звоните, пишите нам, рассказывайте, что это за населенные пункты. Вообще-то очень странно, потому что мураши совсем недалеко отстоят от трассы, которая на Сыктывкар идет, на Сыктывкар идет, вот совсем недалеко. Ну, Денис Прилок у нас в эфире, Денис, добрый день. Добрый день. Не знаю, слышали, не слышали начало нашего со Светланой разговора, вот пишут, что нет связи между мурашами и Кировом. Прямой связи. Прямой связи между мурашами и Кировом. Как такое получается? Почему, как много вообще таких населенных пунктов, которые оказались вот в такой ситуации, когда они могут напрямую добраться до областного центра? Ну, смотрите, населенных пунктов таких на самом деле немного, но я думаю, что десяток их точно насчитать можно. Это вот как раз мураши, один из населенных пунктов это Нагорск, Нагорский район, там тоже легального транспорта, кроме нелегальных нет перевозчиков. Что касается мурашей, раньше маршрут обслуживало мурашинское автотранспортное предприятие, но несколько лет назад благополучно закрылось, реанимировать его, насколько я знаю, не стали, либо не захотели местные власти мурашинского района. Киров пассажир автотранс один рейс выполнял сейчас скажу, где-то через день примерно получалось, то есть где-то 3-4 рейса в неделю выходило. Что касается мурашей, то тут ситуация какая? На автобусах практически никто не ездит. Объясню, почему. На электричке, на ЖД-транспорте можно дешевле ехать и быстрее до мурашей, чем ехать на автобусе и дороже. Почему так складывается? Почему цена ниже? Потому что РЖД не поднимают социально тариф на перевозку пассажиров, им идут все дотации из бюджетов региональных, все затраты им компенсируются, ну а перевозчикам, автоперевозчикам эти затраты не компенсируются и, соответственно, при поднятии стоимости проезда пассажиропоток у нас уходит либо на РЖД, либо на нелегальных перевозчиков. Вот и все. Денис, я тогда не понимаю. Вот честно, мне как жителю все равно на чем ездить, я буду, если есть прямое сообщение, я буду выбирать комфортное прямое сообщение и даже предпочла бы, простите, РЖД, а не автобус, зная, какие автобусы у нас ходят. Тогда почему люди до сих пор спрашивают, если есть устойчивые сообщения с теми же мурашами Киров, электрички, да и слава богу, меньше загрязнять атмосферу будут. Хотя я не знаю, как там топлив. Я не говорю, что вообще никто не ездил на автобусе. Но автобусы, по крайней мере, автобусы первых пассажиров в Транс были загружены примерно на процентов 15-20. И вот эти проценты в 15-20, да, они, скорее всего, привыкли ездить на автобусах. Может быть, из принципа им не нравится ездить на РЖД, или они выходили, например, ну, то есть, понятно, что поезд, он останавливается там на РЖД вокзале. Остановки по пути. На Филейке, да, или еще где-то. То есть, все-таки речь идет не о прямом сообщении с обл-центром, которое есть, и устойчивое, и все-таки электрички. Это для транспорта более экологичных. Вот, из близлежащих городов людей еще интересует вопрос по поводу 102-го автобуса. Это Слободской и Киров. Пишут, что повысилась там цена. С чем это связано? Наталья Шулакова спрашивает, почему люди из Ленгасова, к примеру, ездят как на городском за 26, а мы из Вахруши с таким же километражом в три раза дороже. Несправедливо. Совершенно верно. Несправедливо. С чем связано повышение стоимости проезда на маршруте 102? С тем, что с 1 февраля стоимость проезда повысилась для пригородных направлений 4 рубля с пассажира километра. Но слободские пассажирские перевозки с 1 февраля этой услугой не воспользовались. Они возили по старым корифам. Но наступил коронавирус, источники доходов всякли у МУК СТП, насколько я понимаю. То есть, это мои догадки. И, соответственно, они решили воспользоваться этой услугой. Ну, точнее, необходимо сюда и поднять тариф с 1 июня, насколько я помню, это было сделано. Ничего противозаконного здесь нет. Он не повышался с 1 февраля. Они повысили его в рамках распоряжения РСТ. Что касается Ленгаса и так далее, объясню. Я до сих пор приверженец того, что все-таки Ленгаса, несмотря на то, что его соединили с городом Кирова, это пригородный маршрут. У нас есть у стаффа автомобильного транспорта Российской Федерации самый главный документ пассажирской перевозки. Там четко сказано, что такое пригородный, что такое городской маршрут. Так вот, эти маршруты должны датироваться из бюджета и датировались до 2020 года. Почему сейчас они не датируются, это большой вопрос. Ну, то есть, условно говоря, Ленгасовый искусственно был включен в состав городских маршрутов и дотации прекратились. Да, да, из-за чего сейчас у перевозчика большие финансовые сложности. А это единственное такое направление? Нет, таких маршрутов у нас 8. Это Сидоровка, далеко Башарова. До Башарова расстояние такое же точно километр в километр, как до Слободского. Но только до Слободского пассажиры едут примерно за 170 рублей, а до Башарова едут за 26 рублей. Спасибо. Денис, к сожалению, вынуждены прервать вас. Завершается у нас время эфира. Это был Денис Пролог, генеральный директор АТП. Но не успеваем мы уже, конечно, резюмировать, но я думаю, те, кто слышал, вы слышали все сами. Будем слушать прямую линию с губернатором. Вернемся через 20 минут.